МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. Жители города Сарань утопают в грязи. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проблемы и перспективы придорожных сервисов обсудили на выездном совещании в Асахаровском районе. В здании Нур-Утан состоялось торжественное заседание, посвященное 20-летию создания мастер-хатов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жители города Сарань утопают в грязи. Болото во дворе образовалось из-за забитых каналов вдоль дороги. Возмущенный народ борется с этой проблемой на протяжении 4-х лет. Жители пытались устранить болото своими силами, однако все напрасно. Узнать об этом более подробно отправилась наша съемочная группа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вся проблема жителей – это забитые вдоль дороги дренажи. Вода, которая стоит круглый год, идет под дом. В итоге сырость в квартирах сыпятся стены. Кроме того, фундамент дал осадку, что и привело к тревоге жителей. О проблеме народ не раз рассказывал местным властям, однако в ответ лишь обещание. В Акимат лично я с подписами всех наших соседей и жителей мы ходим уже третий год. Третий год, и мы не можем добиться. Что-то они пытаются нам помочь, что-то они пытаются нам сделать. Приезжают, создают какие-то консилиумы тут, собираются что-то. Ну, как бы пытаются посмотреть, но авоз и ныне там. От безысходности жители пытаются устранить проблему своими силами. Каждый год люди перекрывают сырые стены гипсокартоном и дополнительно доливают фундамент. Мухаммед Кобжасаров снова делает ремонт, потому что без него никак. Я только летом сделал ремонт, но из-за влаги весь мой труд был напрасным. Стены опять осыпаются от сырости и покрываются черной плесенью. В Акимате обещают решить все неполадки в скором времени. Однако точное время никто не уточняет. Дополнительно хочу сообщить, что в следующем году по улице Чикаго планируется реконструкция полностью улицы, и где будет восстановлена вся дорожная инфраструктура, в том числе и лимонная система. Жителям остается только ждать, когда решат их проблему городские власти. Ликзат Аликайдаров, Айдын Жакан, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Подтверждением о профессиональном образовании может быть только диплом. Однако прокуратурой города были выявлены нарушения, как предоставление сертификатов вместо этого документа. Такие неправомерные действия выявили в Центре занятости и социальных программ по реализации программы «Доступное жилье-2020». Прокуратурой города Караганды была произведена проверка в соблюдении жилищного законодательства по реализации госпрограммы. Выяснилось, что специалисты Центра занятости и социальных программ принимали под подтверждением профессионального образования сертификат, тем самым нарушили жилищное законодательство. В рамках реализации программы, и вот именно этого третьего направления, одно из условий, требуемых при предоставлении служебного жилища, требуется профессиональное образование. В подтверждение профессионального образования этим гражданам предоставлен сертификат. Сертификат является только дополнительным, подтверждением дополнительного образования. То есть, если в наличии есть диплом по какой-то любой другой специальности, и наличие сертификата дает право на предоставление служебного жилища. Учитывая, что у этих граждан основного образования нет, мы не смогли обеспечить их, решить вопрос положительный на жилищной комиссии. Участники госпрограммы «Доступное жилье 2020» должны соответствовать основным критериям. Они должны относиться к категориям самостоятельно занятого, безработного, трудоспособного и малобеспеченного населения. Также очень важно наличие профессионального образования, и последние три года участник программы должен иметь постоянное место жительства в черте города. Все эти документы у Надежды Корибаевой были, только не было диплома об образовании. Сертификат об окончании курсов сказали «подойдет», а жилье она должна была получить еще в августе этого года. Когда я подавала изначально, у меня не было ни аттестата, ничего, только один из классов окончания. И они мне сказали, у вас не хватает документа, свидетельства, хотя бы каких-то курсов. Ну, и я говорю, а где я отучусь? Они мне дали визитку от Синянского, это бытовой комбинат. Я поехала, отучилась. Два раза на две профессии. И принесла им, и они, когда увидели все эти документы, сказали, что уже вот эту квартиру, все. По словам сотрудников прокуратуры, поданные документы не соответствуют требованиям. У нас заявители, у них были просто сертификаты, то есть курсы, трехнедельные, четырехнедельные курсы обучения. А у нас профессиональное образование расширяется от девяти месяцев до трех лет. То есть они не подходят к критериям. Нарушения действительно были. Руководитель департамента, председатель дисциплинарного совета Каиржи Антокушев говорит, что виновные в этой ситуации ответили в законном порядке. Главный специалист Центра занятости и социальных программ, гражданка Баянова и гражданка Русанова, руководитель Центра по Казбакбийскому району и еще два специалиста, этого Центра были привлечены к ответственности. А вот в городской прокуратуре заверяют, что дело так просто не оставят. В целях недопущения подобных нарушений отныне все поданные документы будут проверяться. Те участники программы, которые незаконно подключили это жилье, они будут с ними расторгать эти договора аренды. 16-летнему карагандинцу Кириллу Гауссу требуется срочная медицинская помощь за границей. Мальчик болен лекемией. Вылечить недуг могут только за рубежом. Лечение и операция обойдется в 200 тысяч долларов. Одноклассники и друзья Кирилла решили обратиться за помощью к общественности. Завтра в школе номер 62 в 6 часов вечера пройдет благотворительный концерт в поддержку мальчика. Приходите, не будьте равнодушными. Также вы можете оказать любую материальную помощь. Реквизиты вы видите на своих экранах. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal. Галвин. Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет Эконом-серия «Профиль Галлтек» 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль Стандартная система «Профиль Галвин» Профиль «Галвин» 60-й серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка – серия «Эксклюзив» Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного база для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль «Галвин» выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль «Галдек» морозостойкий, надежный, прочный К другим новостям В здании Нур-Отан состоялось торжественное заседание, посвященное 20-летию создания маслехатов Местных представительных органов Республики Казахстан Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков поздравил виновников торжества В своем приветственном слове Акимобласти Нурмухамбет Абдебеков отметил Что 20-летие маслехатов является важным событием в общественно-политической жизни страны Сегодня маслехаты являются важным звездом местного государственного управления И самоуправлением, которое выражает волю населения Которую деятельность Акиматов в сфере социально-экономического развития региона Роль маслехатов из года в год повышается Об этом, например, говорит тот факт, что Акимобласти и городов и районов Назначаются именно с согласием соответствующих маслехатов Глава области также подчеркнул, что слаженная работа представительных и исполнительных органов власти Накопленный позитивный опыт их взаимодействия Четкое видение общих целей позволит успешно решать задачи Поставленные лидером нации Нурсултаном Назарбаевым Послание народу «Казахстанский путь-2050» Единая цель, единые интересы, единое будущее Уважаемые коллеги, в марте 1994 года в стране состоялся те самые исторические выборы Местные представительные органы власти, маслехатов Которые символизировали новую эпоху в политическом и государственном устройстве Республики Казахстан Они значительно ускорены переход Республики в демократии Потому что были первыми по настоящей контроле поспособлены к выборам Испании На заседании также выступили секретарь областного маслехата Нурлан Дулатбеков Участники и гости торжественного мероприятия Действующим депутатам областного маслехата и депутатам прошлых созывов вручили юбилейные медали Проблемы и перспективы придорожных сервисов обсудили на выездном совещании в Осокаровском районе Первый заместитель Акима области ознакомился с ходом развития объектов дорожного сервиса Вдоль автомобильных дорог республиканского значения На встрече представители правления Казавтожол озвучили стандарты и требования к придорожным проектам Какие поручения и замечания сделал Асалбек Дюсюбаев, расскажет наш корреспондент Первый с докладом выступил заместитель председателя правления Казавтожол Тимирхан Мендегалеев По его словам, сегодня вдоль семи автодорог республиканского значения существует более 250 объектов придорожных сервисов К слову, компания за счет средств республиканского бюджета планирует начать строительство еще 31 проекта Сейчас специалисты изучают планируемые места для размещения новых объектов Ряд международных инвесторов имеет интерес на сегодняшний день для развития автодорожных сервисов именно в этом направлении Я думаю, что местным предпринимателям не стоит все-таки уходить в спячку, активно принимать участие, поскольку эта ниша может быть заполнена другими предпринимателями А вот у местной власти были вопросы относительно придорожного порядка не только к предпринимателям, но и к руководству Казавтожол Такая информация первого заместителя Акима области не устроила Ассалбек Дюсибаев считает, что объекты придорожных сервисов должны быть доступными для всех слоев населения У нас люди боятся красивых зданий У нас же здесь есть красивые здания, значит это дороже, значит это недоступно И будет стоять потом, я говорю, все как памятники архитектуры И что потом будем делать? Можно прийти? Нет, вы отвечаете, ладно, вы сделаете вот так, как мы говорим Вы сделаете это в виде такого, вот следующего там, как вот, большого павильона И чтобы мы всех там могли туда, или они купили, чтобы собственники, или они вместе пусть картины, и сайты В целом дорожники отмечают, что вдоль новых автомобильных дорог будут допускаться только те проекты, которые соответствуют международным стандартам Однако такие требования вызвали претензии всех представителей придорожного бизнеса Наши санитарные нормы, соблюдаемые или нет То есть идет к тому, чтобы маленький бизнес наш закрыть, понимаете? Или просто хотите нас задавить проверку Кроме того, в ходе совещания были затронуты и вопросы о наведении порядка вдоль трасс республиканского значения Первый заместитель Акима области Аслбек Дюсибаев поручил обеспечить достойный уровень сервиса И соблюсти все нормы и требования законодательства Подъезды к объектам придорожного сервиса должны быть оборудованы необходимыми техническими средствами организации дорожного движения Мирамгуль Салкимбаева, Арман Нартаев, Первый Карагандинский Продолжим Сегодня во всем мире проходит сразу два значимых события Всемирный день психического здоровья и Всемирный день яйца Всемирный день психического здоровья отмечается в мире с 1992 года По инициативе Всемирной Федерации психического здоровья С целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья И способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств К этому дню, отмечаемому ежегодно 10 октября, издаются тематические журналы международных психиатрических организаций Рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении Второе значимое событие, которое тоже проходит сегодня, это Всемирный день яйца Это праздник всех любителей яйца, омлетов, запеканок и глазуни Ничего удивительного в этом нет, ведь яйца самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур Благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным История праздника такова В 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать Всемирный яичный праздник будут во вторую пятницу октября Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования дня яйца И многие страны, и особенно производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца Ведь этот продукт один из самых полезных, в нем содержится множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней И вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина, поэтому съедать одно яйцо в день очень даже можно Кстати, мировым лидерам в потреблении яиц признают Японию Каждый житель страны восходящего солнца съедает в среднем по одному яйцу в день В Японии есть даже известная детская песенка «Тамога-тамога», что в переводе обозначает «яйцо-яйцо» Американцы же выражают свое почтение этому драгоценному продукту, проводя ежегодно дни гигантского омлета Так что ешьте больше яиц и будьте психически здоровы Сегодня Акционерное общество Национальный центр повышения квалификации УРЛИО провел республиканский конкурс, направленный на совершенствование деятельности педагогов-психологов Конкурс прошел в рамках реализации государственной программы развития образования страны на 2011-2022 годы Участниками выступили психологи организации дошкольного, среднего, дополнительного, технического и профессионального образования Конкурс делится на три этапа Первый районный этап прошел 26 сентября Сегодня прошел областной этап Психолог работает и с родителем, и с учителем, и с самим учеником, поэтому здесь нужно владеть очень активным аппаратом, таким психологическим, педагогическим, поэтому проводятся такие конкурсы Количество участников 12 человек, они демонстрировали свои методические наработки и проводили мастер-классы Вдобавок каждый психолог делился опытом с другим, тем самым повышая свою квалификацию и чужую Как говорят сами психологи, главное в таких конкурсах не победа, а участие Ведь обмен опытом это самая лучшая награда Опыт это хорошо, однако жюри подготовило для участников первое, второе и третье места Эти три победителя поедут на республиканский конкурс, который пройдет в следующем месяце в Алматы Амина Смакова, Олжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский Это все, о чем мы хотели вам рассказать, спасибо, что были с нами Приятных вам выходных, Аман Сауболустар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова